Такой день на канале Мир Белогорья. Сегодня это Иван Трунов, председатель Белгородского филиала Всероссийского хорового общества. Здравствуйте, Иван Григорьевич. Добрый день. Ну вот скажите, пожалуйста, вот какая связь День славянской письменности и хор? Очень простая, потому что День славянской письменности, он праздновался и раньше, по указу президента. Но когда создали в 2013 году хоровое общество, учитывая его массовую природу, хорового пения, у наших хорместеров и у иерархов православной церкви возникла идея, что, наверное, самым лучшим способом отмечать День славянской письменности будет организация песенных праздников по всей Руси, начиная от России, начиная от Калининграда и кончая Владивостоком. И на первом концерте патриарх Кирилл на фоне 2000-го сводного хора на Красной площади четко озвучил идею, почему это делается. Он сказал, что одним из очень важных в проявлении нашей внутренней жизни является песенное слово. Потому что песня обладает огромной воздействующей силой. Оно объединяет людей, объединяет лучше, чем всякое слово и любые жесты, потому что идет от души и от сердца. И сегодня мы будем петь вместе, создавая один большой хор. Мы объединимся вокруг этого действия и станем близки, и почувствуем единство. Ну вот у нас как раз есть шанс в этом убедиться. У нас есть кадры прошлого года, как выступал сводный хор в прошлом году. Давайте посмотрим. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, обе, мы, сто тысяч, я. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Иван Григорьевич, ну вот сколько сейчас в Белгородской области коллективов прирастает эта армия? Да, прирастает. У нас же есть проект, принятый правительством, на правительстве я его защищал, о развитии хорового пения. И у нас по реализации проекта было создано только в образовательных школах около 400 детских хоров. Еще около 200, более 200 в музыкальных школах. И я уже не говорю это, ну, взрослые хоры, это около 800 уже у нас хоровых коллективов. Ну вот поют не только взрослые, поют и дети. Поют все. Сегодня у нас в студии воспитанники детской музыкальной хоровой школы. Ребят, здравствуйте. Вот скажите, почему вы когда-то выбрали хоровое пение? Чем оно вам нравится? Ну, это, во-первых, общение с друзьями. Нравится песня, наш репертуар. Вообще, хор, это друзья, пение. Ну, то есть все приятные эмоции, да? Которые могут быть. И 1 июня, например, у нас будет маленький юбилей в органном зале, в филармонии. Уже даже маленький юбилей, это очень здорово. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Орехов Иван. Иван, очень приятно. Ну, Вань, что сегодня исполните? Герои спорта и крылатые качели. Давайте, начнем с героев спорта, да? Да. Давайте. Будет небесам жарко Сложат о героях песни В спорте надо жить ярко Надо побеждать честно Замерли вокруг люди Светятся экраны теле Здорово, у меня даже, вот, я под столом ритм ногами отбивала. Иван Григорьевич, но скажите, сложно ли подбирать репертуар для хорового, сводного хора? Каким он должен быть? Чтобы пели не только наши артисты, но и зрители пели. Потому, действительно, подбираясь в репертуар, чтобы это были самые популярные, самые, так сказать, любимые песни. А у нас их песен петь и не перепеть. Потому, что массовая песня советская, она, это уникальное явление. Это маленькие музыкальные шедевры. 34 куплета, а какая вдохновляющая сила. Но название «Я люблю тебе жизнь», «Надежда», «Песни стоить и жизнь помогают». Это же вообще, сколько оптимизма. Действительно, их петь и не перепеть. И мы берем песни, и главное, если, как театр говорят, сверхзадача, у нас сверхзадача, чтобы пел не только сводный хор, который, а пели зрителей. Чтобы это был общий, как вот сделать, не было, чтобы у нас исполнители и слушатели. А это был общий сводный хор. Если заметили хор, действительно, зрители подпевают. Потому, что песня не на слуху все. Катюша, весь мир знает. Вот, я думаю, не случайно этот концерт, который будет, он называется «Песня в России на все времена». Да, но вот хочется задать вопрос. Все-таки, какая она песня в России на все времена, по вашему мнению? Ну, они, вот, я же сказал, что это уникальное явление. Что эти песни, которые писали композиторы Соловьев-Седой, Дунаевский, Макроусов, они, выходя из их педпирам, уходили в народ сразу. Ну, а если для вас лично? Ну, для меня лично сложно сказать. Ну, вот любимая, которая всегда на слуху, которую хочется петь, ну, и днем, и ночью. Ну, нет такого. Одной песни я не могу назвать. Вот, например, недавно слушал у разного, на Забай уходил, когда он, на удивление, он пропел, когда весна придет, не знаю, из-за речной улицы. Вот мы тоже так же взяли песню. Ну, их море просто. Те же надежды, те же все песни пахмутовые. Они же все идут сразу и поют народ. И забывают, что их написал композитор. Они становятся почти что народными песнями. Вот эти песни мы и берем. Ребят, ну, а какая у вас любимая песня? Вот песня на все времена для вас какая? Наша любимая песня «Щедрик». Она исполняется на украинском языке. А любим мы ее, потому что очень красиво звучит в четырехголосии. А еще очень хорошая и красивая песня «Крылатые качели». Сейчас мы ее вам исполним. Прости, пожалуйста, как тебя зовут? Давай познакомимся. Меня зовут Рахман Артур. Очень приятно. Ну, давайте, исполняйте «Крылатые качели». Это моя любимая песня детства. В юном месяце апреля В старом парке тает снег И веселые качели Начинают свой разбег Позабыто все на свете Сердце замерло в груди Только небо, только ветер Только радость впереди Только небо, только ветер Только радость впереди Всего я выше ели Не ведая преград Белатые качели Летет, летет, летет Иван Григорьевич, ну вот в этом году Сводный хор соберет более 700 человек, да? Да, вот это из песен будет звучать. Я так понимаю, программа уже отрепетирована. Да. Но ведь можно стать участником в следующем году. Вот как это сделать, если хочется... Ну тут отбирается, как сказать, участники сводного хора Сейчас проводят много хоровых конкурсов, фестивалей В разных номинациях Взрослые, дети И профессиональное искусство Дополнительное образование Общепрежнительные школы, музыкальные школы И вот кто победил на этих конкурсах Они в основном составляют участников этого хора Это лучшие коллективы, хоровые коллективы Победители разных региональных, муниципальных конкурсов Ну то есть я так поняла, что нужно прийти в хоры И начать петь в хоре, да? И участвовать в конкурсах Обязательно, только хоровые Если мы сидим дома и просто поем, не получится Нет, нет, нет После сети можно посидеть, вот там, попеть вместе с хором А потому что мы поем не просто Не унесу он Там есть такие сочинения, например, зачарованная Даль Пахмутой Там многоголосие Мы берем, чтобы не только, я кажется Это еще, чтобы зритель услышал красоту Гармонию хорового пения Но зритель, любой зритель, напомним Подпевать может, да? Обязательно тоже Это наша задача, чтобы действительно он запел вместе с нами Чтобы был единый хор Ну давайте еще раз напомним Где можно услышать проверенные временем добрые песни? Самые наши любимые Это вот 25 мая В 17 часов Мы около здания На ступеньках музея Диорамы Это у нас постоянная, так сказать, удобная площадка И мы там уже пятый год проводим эти мероприятия Спасибо большое, с нетерпением ждем Ребят, вам тоже большое спасибо За немножко Уход в детство Вот «Крылатые качели» Это моя самая любимая песня детства Спасибо вам за нее И спасибо за то, что были сегодня у нас в студии Ну а мы напоминаем, что Сводный хор будет в субботу 25 мая в 17 часов На площадке у здания музея Диорамы И подпевать могут все желающие